В Саласпилсе во дворе своего дома убит предприниматель, член народной партии Вилнес Гривенш. Тяжело ранена его жена. Полиция выдвигает несколько версий. Предпринимательская деятельность, убийство с целью ограбления и по бытовым мотивам. По неофициальной информации, у убитого был бизнес в России. Репортаж с Кирмэнта Бальчута. Предпринимателя и основателя отделения народной партии в Саласпилсе бывшего депутата и вице-мэра города. Вилнеса Гривенша убили прямо во дворе собственного дома. Его зарезали. Полиция обнаружила на теле 54-летнего мужчины 9 резаных и рваных ран на голове и груди. В его жену, Элиту, тоже предпринимателя, преступники стреляли. Именно она вызвала полицию. Сейчас разрабатываются три версии. Расследуя этот процесс, мы выдвинули несколько версий. Одна из них такова, что это преступление совершено из-за алчных побуждений. Это может быть связано именно с предпринимательской деятельностью убитого мужчины. Вторая версия тоже вполне реальна, что его убили с целью ограбления. Возможно, преступники просто хотели что-то украсть. Третья версия убийства совершено на бытовой почве. В СМИ прозвучала неофициальная информация о том, что у убитого был связанный с недвижимостью бизнес в Абхазии и Южной Осетии. По неофициальной информации, там предприниматель даже был помещен под стражу за попытку дать взятку. Тем не менее, в последнее время Вилнес-Гривенч часто бывал на Северном Кавказе. То, что у убитого был бизнес за границей, подтверждает и полиция. Никаких конкретных указаний у нас пока нет. Я скажу так. Я упомянул три версии, у некоторых из них есть подверсии. На разработку и проверку которых может уйти много времени. Они достаточно сложные, ведь потерпевший участвовал в нескольких предприятиях и совершал массу сделок, в том числе и с заграничными партнерами. Поэтому перед нами большая и кропотливая работа. Три года назад Александр Прутков был коллегой убитого. Они оба были депутатами Саласпилской думы. Александр Прутков вспоминает, что уже тогда у Гривенша были связаны с бизнесом проблемы. У него и большая предпринимательская деятельность была, у него и акций много, и судебные тяжбы были с весьма влиятельными, как говорится, конкурентами. Когда мы были коллегами, депутатами, то есть было слышно, что он в плохом настроении. Почему? Потому что у него там неприятности были, или такие были проблемы. Ну, только так, как информация из приятельских рук. Более того, не исключено, что у нынешнего убийства есть российский след. На уровне слухов он очень часто ориентировался на российский бизнес. Ну, что, как, чего это, конечно, было его дело. А насколько глубоко с российским бизнесом он занимался, это неизвестно. Единственное, что вы услышали, что да, он что-то занимается в российском направлении. Тем не менее, он не исключает и версии ограбления. Сейчас времена такие, что от нападения преступников никто не застрахован, полагает депутат. Вилнес-Гривенч был одним из самых богатых жителей Саласпелса. В свое время он получил в наследство вот эту вот землю, расположенную возле Рижского водохранилища, и потихоньку распродавал свои владения по частям. Эти землевладения у Вилнеса-Гривенча появились в результате денационализации. Парк вдоль канала – это компенсация за участок, который был затоплен при строительстве Рижской ГЭС. Александр Прутков вспоминает, что незадолго до кризиса Гривенч стал делить свою землю на более мелкие участки и продавать. Так, к примеру, сейчас возле парка строится автозаправка. В Думу также поданы документы о том, что некая фирма собирается построить многофункциональный жилой комплекс. Дамба у водохранилища – излюбленное место для прогулок рядовых жителей. Убийство предпринимателя для них – это шок. С батью работала, у него 14 лет. Проработала, она мне тоже позвонила, она в шоке. Каотичное в наше время, знаете, все что угодно, тем более здесь такое глухое место. Охраны возле особняка прохожие никогда не видели. Зато во дворе всегда были собаки. Сегодня они куда-то пропали. Более того, кто-то проделал дыру в сетке забора. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Но дверь нам никто не открыл. По рассказам жителей, которые опасаются говорить на камеру свой бизнес в Саласпилсе, Вилнес Гривенш начинал с хозяйственного магазина. Потом появился еще один магазин, а потом кафе «Элита», названное в честь жены убитого. Сейчас эти помещения сданы в аренду. Бывшие сотрудники Гривенша от комментариев по поводу его убийства отказываются. Согласно декларации, у предпринимателя были большие долги – 95 тысяч латов. Но еще больше денег были должны ему – почти миллион латов.